В сентябре 22-го года бывшего украинского депутата, предателя, ну и заодно кума Путина, Виктора Медведчука, обменяли на две сотни пленных украинских военных. После переезда в Россию Медведчук не скучает, активно включился в передел, а точнее дерибан, собственности. Ну, занялся, так сказать, привычным делом. Причем касается это как России, так и временно оккупированных украинских территорий. Расследовательный проект «Система» выяснил, что интересы Медведчука преслеживаются в московской недвижимости, в донецкой металлургии, ну и, конечно же, куда без сибирской нефти. К нашему эфиру присоединяется Сергей Титов из исследовательского проекта «Система». Сергей, рады приветствовать вас. Здравствуйте. Сергей, ну сразу напрашивается вопрос, максимально актуальный. На сегодняшний день, на этот момент, вообще в иерархии путиновской и путинской, какое место занимает Медведчук? Ну, важен ли он как политик? Наверное, не очень. По понятным причинам. Он беглый депутат, в общем-то, бежал из-под ареста. Ну, а то, что, как вы действительно сказали, он является кумом Путина, то есть практически они родственники, да и то, что Путин им дорожит, тоже очевидный факт, тоже, как вы уже сказали, его обменяли на 200 украинских солдат, в общем-то, говорит о том, что это достаточно близкий для Путина человек. И, ну, как водится, перед такими людьми в России многие двери, они открываются. Ну, а все его нынешние похождения, о которых мы рассказываем в нашем расследовании, они только вот это все подтвердают. То есть Медведчуку в России, по сути, помогает генпрокуратура, суды занимают его сторону, на его стороне госбанки, налоговики. И, кроме того, ему помогают обогащаться структуры, близкие к крупной компании «Роснефть», которую руководит, как известно, Игорь Сеичин, тоже давний приятель Путина. Кстати, а на какие месторождения Медведчук сейчас имеет виды? Ну, это сибирские месторождения. Так получилось, что у него на жену еще в середине десятых годов было оформлено одно месторождение в Сибири. И по соседству с ним находятся активы, правильно уже, наверное, говорить, находились активы бизнесмена Алексея Хотина. Ну, вот, видимо, это соседство сыграло шутку с этим бизнесменом, потому что, когда Медведчук оказался в России, он, вероятно, вспомнил, что «А почему бы мне не расширить вот свои эти владения?» И, в общем-то, как раз эти нефтяные месторождения Путина, они, судя по всему, попали в поле зрения Медведчука. Это порядка 60 миллионов тонн запасов нефти. Ну, то есть, по сравнению с какими-то нефтяными гигантами, это, наверное, не что-то огромное, но в лучшие времена этот бизнес стоил 2 миллиарда долларов. То есть, в принципе, неплохо. Так это за деньги, получается, расширяет свой пакет нефтяных месторождений беглый украинский депутат, предатель Медведчук? Или другим образом? Как происходит этот процесс? Ну, судя по всему, если там какие-то деньги и присутствуют, то, скорее всего, как-то они проходят в виде чемоданов, сумок и так далее. То есть, по факту получается, что бизнесмен этот Хотин, он попал в опалу, он находится под арестом, и, соответственно, его активы, они находятся там без присмотра. И так оказалось, что, собственно, генпрокуратура, она началась все с того, что генпрокуратура предъявила иск Хотину и хочет взыскать его активы в пользу России, в пользу государства. И тут, судя по всему, подсуетился Медведчук, он подсадил своего человека к новым управляющим этими активами. Как мы выяснили, он там действительно человек Медведчука, летал с ними на одних самолетах, на одних рейсах, участвовал в так называемых рейдах, в захватах этих активов. Там все это было достаточно искрометно, с ОМОНом и там прочими спецслужебными спецсредствами. Ну и в итоге, тоже, как мы выяснили, оказалось, что сейчас торговля Хотинской нефтью, она, в общем-то, проходит через структуры, связанные с Медведчуком. Ну, в общем, он сел на эти потоки, судя по всему. Окей, но есть ведь структура, которая, по сути, большинство потоков нефтяных, во всяком случае, контролирует. Вот Роснефть. В истории с Медведчуком какую роль Роснефть играет? Роснефть, она, судя по всему, питает какие-то дружеские чувства к Медведчуку. Вероятно, это проистекает из знакомства Медведчука и Сечина. Правда, нам остановить, когда именно они познакомились, не удалось. Но тут, наверное, все довольно просто. Сечин в свое время в правительстве Путина отвечал за нефтегаз. А, соответственно, как известно, Медведчук, он является, ну, точнее, являлся переговорщиком по газу российскому. Ну, вероятно, они либо на этой почве как-то пересеклись, либо просто Сечин решил, что Медведчук – это дорогой для Путина человек, а он, соответственно, всегда рад как-то угодить Путину. Ну, вот и решил как-то ему помогать. А в целом, получается, что во многих достаточно начинаниях Медведчука, связанных с нефтью, так или иначе прослеживаются какие-то структуры, связанные с Роснефтью. Ну, то есть, можно сказать, что они прям друг с другом рядом ходят. А как интересы клана Медведчука прослеживаются в строительстве и московской недвижимости? Опять-таки, в вашем расследовании вы говорили, вы писали о том, что жена Медведчука, кстати, бывшая ведущая украинская Оксана Марченко, также предательница Украины, является владельцем этой недвижимости. И, по-моему, даже земли. Да, там довольно любопытный оказался сюжет. Получилось, что жена Медведчука, она действительно стала совладелицей завода «Гелий Маш», который, в общем, интересен по двум пунктам. Первый – это то, что, как ни странно, это поставщик российского Минобороны. Он, в общем-то, делает системы, охлаждающие ракеты и истребители. В общем-то, такие довольно важные, я так понимаю, технические вещи, без которых ни то, ни другое не летает. А с другой стороны, это такой крупный проектный институт еще с советских времен. И, соответственно, у него было несколько каких-то промышленных площадок в Москве, которые ему достались по наследству со времен СССР, были за ним закреплены. Соответственно, это помимо того, что поставщик Минобороны, еще и такой владелец недвижимости московской, дорогостоящий. Естественно, сейчас там очень дорого стоят земельные участки под застройку. И так вот совпало, что как только в совладельцах оказалась лима Медведчука, этого гелемаша, пошли сделки по продаже этой недвижимости, там оценки в миллиарды рублей, ну и все это потекло в этот завод, который потом начал выплачивать дивиденды. Ну вот такая, собственно, нехитрая история получилась. Распространяются интересы Медведчука и людей к нему приближенных, естественно, и на временно оккупированные украинские территории, в частности, Донецкая, Луганская области. Ну, возьмем хотя бы направление металлургия. Когда-то там были серьезные связи с беглым президентом Януковичем, но постепенно, значит, людей Януковича оттуда каким-то образом вытеснили именно люди Медведчука. Как это все происходит? Ну, действительно, да, вы правы. Известный момент, что как будто Донбасс и вся промышленность, она находилась довольно долго под людьми, связанными с Януковичем. То есть там сначала это был Ахметов, после того, как начался конфликт в 2014 году, это все перекочевало к Курченко, которого называли кошельком Януковича. Но в какой-то момент он там как-то жутко проворовался, и так называемые вот эти власти, так называемые ДНР и ЛНР, они нашли нового человека, которому это все передали в управление. Ну, металлургические заводы, в частности. А в целом оказалось, что и не только ими все это ограничивается. Мы изучили какие-то связи этих людей, которым после Курченко все это досталось. И оказалось то, что, в общем-то, они многими нитями связаны с людьми Медведчука. В частности, там про торговый дом «Донские угли», в принципе, к которому перешла торговля углем Донбасса, было и раньше известно. Но оказалось, что и в металлургии у Медведчука, судя по всему, есть какие-то интересы. Собственно, тот человек, которому передали ее в управление после Курченко, он достаточно неплохо по многим параметрам прослеживается, в общем, его связь с людьми Медведчука. И плюс к этому еще все это как-то ведь возится, чтобы потом дальше продавать. Вот транспортная компания с таким изящным названием «Флоренс», она тоже оказалась связана с людьми Медведчука. То есть все это замкнулось, получается, что на Медведчука, в конце концов. Сергей, спасибо вам огромное за этот проект и за то, что присоединялись к нашему эфиру. Проект «Система». Друзья, вы можете на Ютубе его посмотреть. Он есть в сети. Более подробно там рассказывается о коме Путина и предателе Украины, Медведчуке, его рейдерств, бизнесов и о том, что сейчас он имеет именно уже в России. Сергей Титов, спасибо вам огромное. Спасибо, Сергей. Спасибо.